В ночь на 19 ноября силы обороны Украины нанесли огневое поражение по арсеналу Центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области, так называемой России. После атаки на складах зафиксирована вторичная детонация. Местные власти, как обычно, сообщают, что летели беспилотники. Но ПВО все сбило. В свою очередь Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение арсенала главного ракетно-артиллерийского управления в Брянской области. Россия может расширить поддержку Хусита. И активизировать саботаж в ответ на удары западным оружием. Об этом пишет издание «Экономист». По их данным, Кремль усилит помощь йеменским хуситам, которые запускают ракеты по целям в Красном море. Также, по информации журналистов, существует вероятность усиления деятельности российских шпионов в Европе, включая акты саботажа. Тем временем, спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил, что Россия использует некие новые дальнобойные ракеты, которые не применялись ранее. Однако, о каких именно системах вооружения идет речь, сам Володин не уточнил. Ну что ж, обсудим подробнее предполагаемое американское решение разрешить Украине бить дальнобойным американским оружием по территории России. К нашему эфиру подключается политолог-американистка Александра Филипенко. То, что такое решение было принято в Белом доме, подтвердил уже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Вчера вечером высказался о том, что это действительно правда, при этом публичного заявления со стороны самого Белого дома мы пока не услышали. Почему так? Это решение было принято явно со согласованием, с одобрением и согласованием нескольких еще лиц, которые, видимо, не хотят, чтобы оба их решения знали. А именно, это Дональд Трамп и Си Цзиньпинь. Вероятно, оба эти, будущий лидер США и нынешний лидер Китая, прекрасно знают и знали о планах Белого дома. И согласование с ними произошло. На это указывают несколько факторов. Первое, мы знаем Дональда Трампа как человека, довольно-таки высказывающегося резко очень часто. И он мог бы моментально сказать о том, что он готов отменить это ужасающее решение в первый же день в Белом доме. И мог бы действительно это сделать. Но мы не слышим ничего от Дональда Трампа и даже никаких комментариев относительно этого решения на данный момент. Но, соответственно, это говорит о том, что это молчаливое согласие, скажем так. Что касается Си Цзиньпиня, это в большей степени догадки. Но, тем не менее, встреча Джо Байдена и лидера Китая произошла прямо накануне получения этого разрешения. Точнее, накануне публикации газеты New York Times информации о том, что это разрешение получено. Мы знаем, что спайка интересов США и Китая происходит на уровне северокорейских войск и участие Северной Кореи. А если мы посмотрим на публикацию New York Times и последовавшую за ней публикацию Wall Street Journal и Washington Post, которые уже ссылались тоже на разные неназванные источники, то мы увидим, что главная причина, по которой разрешили удары дальнобойным оружием, это участие северокорейских войск. Фактически половина статьи New York Times, на которую изначально все ссылались, посвящена участию северокорейских войск в войне в Украине и тем, как это не нравится администрации Байдена. Точно так же, если послушать любых китаистов, специалистов по Китаю, мы услышим, что Китаю это не нравится. Китай не поддерживает участие северокорейских войск в войне в Украине. Соответственно, это стало переломным моментом, это стало причиной, по которой и разрешили использовать дальнобойное оружие. Тут можно действительно думать, хотелось бы, чтобы положение Украины или сложная ситуация на фронте стала причиной. Нет, северокорейские войска. А значит, без Китая здесь наверняка не обошлось. Точнее, без обсуждения с Китаем этой темы. При этом сам Джозеп Боррель заявил, что он не понимает, почему сейчас, а не до выборов. У него нет ответа на этот вопрос. Может быть, ответ на этот вопрос есть у вас? Во-первых, Дональд Трамп, конечно же, человек, который говорил много раз, что он закончит все войны в мире, и все будет прекрасно, как только он станет президентом США. И, вероятно, он хочет, чтобы действительно до 20 января, точнее, именно 20 января закончились войны. Это будет символически важно для него, поскольку освобождение американских заложников из Тегерана произошло в день инаугурации Рейгана, через несколько часов после инаугурации Рейгана. А Дональд Трамп все-таки человек, который считает себя продолжателем Рейгана, если уж не Джорджа Вашингтона, то как минимум Рейгана. Он даже и перенял его лозунг «Сделаем Америку снова великой», «Make America Great Again» — это изначально Рейгановский лозунг. Поэтому такой символизм для Дональда Трампа важен. Вероятно, он хочет, чтобы действительно, как он говорил, в 24 часа все закончилось. Ну и, видимо, такие дипломатические усилия, совместные усилия двух администраций происходят как раз до 20 января, должны происходить до 20 января. Как мы видели, встреча Джо Байдена и Дональда Трампа произошла в такой дружеской атмосфере. У камина посидели, руки друг к другу пожали. Сфотографировали, как будто бы не было обвинений, как будто бы ничего этого не было. Поэтому, вероятно, это совместное решение и администрации Байдена, и Дональда Трампа, и переходной администрации Дональда Трампа, именно для того, чтобы все это закончилось 20 января. Какую публичную реакцию вызвали из републикации касательно решения Белого дома в самих Соединенных Штатах, возможно, со стороны республиканцев, которые не совсем где-то разделяют позицию самого Дональда Трампа? Вот, Мария, вы в точку совершенно попали. Это один из тонких моментов, на которые я бы предложила обратить внимание. Опять же, глядя на эти публикации New York Times, главных американских газет, New York Times, Washington Post и Wall Street Journal, Там они ссылаются на неназванные источники в Белом доме, на источники в Пентагоне, на источники в Госдепартаменте. А кого же они цитируют в открытую? Кого они цитируют, прямо упоминая и должность, и партийную принадлежность? Это республиканцы. То есть, всячески пытаются подчеркнуть, что республиканская партия поддерживает это решение. И в New York Times даже приводятся слова республиканского конгрессмена, который говорил о том, что наконец-то Джо Байден, бездарный Джо Байден, ужасный президент, наконец-то услышал слова Владимира Зеленского и должен был бы это сделать гораздо раньше. Это говорят республиканцы. Это говорят представители партии Дональда Трампа. Мне кажется, совершенно не случайно именно на них ссылаются журналисты, потому что республиканская партия вообще поддерживала Украину долгое время. И если мы смотрим на законопроект помощи Украине, который полгода лежал и его не давали вывести на голосование, но не давало его вынести на голосование спикер Палаты представителей, один из представителей крайне правого крыла республиканской партии, а вся остальная республиканская партия готова была его поддержать. Соответственно, тут есть большое количество республиканцев, которые, наоборот, поддерживают это решение, поддерживают Джо Байдена, критикуя его, конечно же, но поддерживают. Ну и, соответственно, мы понимаем, что это общая позиция большинства представителей двух партий. Это некое партийное согласие. Поэтому это тем более мне говорит о том, что это решение было принято не для того, чтобы насолить Дональду Трампу или как-то ухудшить его положение, а наоборот, согласование с Дональдом Трампом. Поэтому и республиканская партия, и демократическая партия здесь высказывается, скорее, в поддержку решения Джо Байдена. Дональдом Трамп